Всем привет! Закончили сообщественное слушание по внесению изменений в проект планировки территории Микрояна Королевка. Главные изменения касались расширения дорог возле детского сада, ну то есть от маршала Ременко до Валентины Грязодубовой, до камня. И, соответственно, кольцо на камне, и, значит, от камня к детскому саду, вокруг детского сада, значит, дороги привезли к нормативным размерам. Там еще КНС-ку в парке авиаторов определили место. Ну так по мелочи всяких вопросов, особо несущественных. Значит, что было интересного? Значит, удалось пообщаться с представителем собственника торгового центра, который у нас будет, значит, вот на этом земельном участке от Шелла до Церкви. Вы поняли, да, по какой? Значит, мне подтвердили, что это будет не просто торговый центр, а торгово-развлекательный, как и планировалось изначально. Значит, какие развлечения, пока непонятно, но точно будет фудкорт. Обещают нам большую детскую игровую зону и обещают нам крупного ритейлера. Ну, вроде, наверное, как перекресток с кулинарией, со всеми делами. Так что, вот такая вот история. Что еще сказали? Значит, я думал, что, честно говоря, застройщик не будет строиться, что участок пойдет коем-нибудь на перепродажу, но нет. Делается проект сейчас. Причем мне пообещали, после того, как проект пройдет все соответствующие разрешения, согласования и так далее, нам его покажут. И я вам, соответственно, в отдельном видео это дело покажу. Вот. Поговорили на тему шумобезопасности для жильцов домов по Маршалу Еременко. Обещали учесть и как-то войти в положение и рассмотреть, чтобы шума было как можно меньше. По поводу сроков строительства. Понятно, что пандемия, общая ситуация в стране, значит, может внести какие-то поправки, коррективы, но пока планируется после получения проектной документации, там в ближайшие 2-3 года торгово-развлекательный центр нам построит. То есть где-нибудь в 2024-2025 году мы можем этот торговый центр увидеть. Значит, по поводу школы, поликлиники, да, это тема, мы с нее никогда от нее не откажемся. Значит, поликлиника, проектирование, я так понимаю, заканчивается. Школа находится в части, в стадии проектирования. То есть администрациями просто занимается, за что им большое спасибо. Будем ждать и надеяться, что эти объекты появятся для того, как дети мои выучатся и школу закончат, да и ваши, соответственно, тоже. Так, что еще не сказал? По поводу холма церковного, значит, поговорили на тему того, чтобы благоустроить, а может быть и отдать церкви территории вокруг этого холма под благоустройство, привести их в порядок, чтобы не было там ни общественного туалета, сами знаете, о каком я участке говорю. Ну и, значит, выглядело все красиво. Администрация обещала помочь, соответственно, буду информировать, как будет что-то известно. Также на холме, там, где у нас был строительный городок, и гарант жилье мне сегодня, и, значит, Надежда 11 подтверждает, что там может появиться у нас небольшая спортивная территория, за что им большое спасибо, если все-таки появится, будет круто. И 21-й дом, значит, ребята, вроде бы как удалось договориться, и администрация идет навстречу, опять им большое спасибо. Те парковочные места, которые у нас забирали в части территории возле платной парковки, нам обещают, ну, пообещали, в всяком случае, вернуть и включить в наш участок. Это будет здорово. Соответственно, буду вас информировать позже, как будут уже официальные данные какие-то, да? Ну, вроде бы все рассказал. Все рассказал. Значит, ну, следите, мы никуда не пропали, я никуда не пропал. Вот, будь что-то новое, буду рассказывать. Корлевка, объединяйся!